Как вы знаете, сейчас есть небольшие проблемы с тем, чтобы создавать туннели под землей. Проходнические машины адски дорогие, невероятно медленные, и вообще с ними много проблем. Кроме того, если проходная машина застревает под землей, вытащить оттуда это очень дорого и сложно. Поэтому мы предлагаем другое решение. А именно, предположим, что у нас есть поверхность земли и некоторая порода. Допустим, каким-то магическим образом мы создали внутри этой породы бетонную трубу. Вот такую. И внутри этой трубы осталась порода. Каким образом эвакуировать породу из трубы? Ну, вариант простой. Берем лопату, берем тележку и перекидываем в тележку землю, и затем эвакуируем. Конечно, на практике это слишком медленно, поэтому используют технику, например, экскаваторы и камазы, если позволяет диаметр туннеля. Знаешь, у меня мысль по этому поводу. Лучше всего эту технологию рассказывать на примере свай. Начнем с самого простого примера. Допустим, нам нужно создать сваю для здания или еще для чего-нибудь. Вот поверхность. Далее, вот здесь некая бесконечно жесткая плита, допустим. В этой плите отверстие. И здесь мы ставим конус. Вот такой. У конуса есть стенки. Вот так. И выполнен из прочного металла. Да, точно, из пружины стали или еще с чего-нибудь, что супер-порщина и супер-купер-живучая. Сюда подаются... Здесь сюда идут три шланга. Один сюда, другой сюда, и три сюда, еще сюда. И вот здесь создается давление бетона. То есть здесь находится бетон-насос. И бетон-насос подает давление в эти шланги под огромным давлением. Например, 2000 бар. И здесь создается давление... Здесь образуется бетон и создается давление. Вот эта часть нагревается. И бетон здесь быстро застывает. Причем, так как бетон находится под давлением, то нагревать можно, например, до 300 градусов. Вода загибает при 100 градусах. Но при большем давлении она загибает при большем давлении. Например, если вы поедете в горы, то там вода, например, загибает при 50 градусах. Зависит от высоты. А если наоборот, под землю спустится, там вода загибает при больших температурах. Так как если давление высокое, причем огромное, то вода здесь просто не загибает при нормальных условиях. Соответственно, можно нагревать бетон до очень высоких температур. А при высоких температурах бетон быстро застывает. Вот здесь у нас открытая часть. и вот здесь вот этот бетон опирается о бесконечно жесткую бетонную плиту соответственно вот эта штука работает как гидравлический пресс здесь например при давлении 2000 бар давление на 1 сантиметр квадратный 2 тонны соответственно общее давление будет просто огромным и вот этот конус будет идти вниз мы постоянно через эти шланги подаем давление конус идет вниз появляется свая это свая может ставить здание то есть получается чем больше у нас вот эта площадь тем будет больше суммарное давление да получается нам надо стремиться к тому чтобы вот эта часть была как можно толще а вот эта часть где идут шланги была как можно меньше тогда мы можем и насос ставить возможно поменьше попроще более острая и у нас же идет речь об трамбовке породы в которую мы проникаем да надо экспериментальным образом либо расчетами подобрать оптимальную форму конуса какая она это кто-нибудь другой надеюсь посчитает но при этом сюда у нас закачивается цемент который остается в породе да эта штука остается под землей жалко но с другой стороны можно можно да можно и навигировать и вывести на поверхность но стоит ли она того сколько сколько насколько это дороже чем остаться из стука под земли не такая уж она и дорогая создавать удара если делать импульсную подачу подачу насоса да да точно можно можно выскочастотно подавая сюда бетон ну конечно он задемпфирует конечно часть подачи она будет наверное изнашивать шланги до шланги и насосную систему да с другой стороны бетон болтание дилатантными свойствами то есть как раз его нужно вибрировать это одна из фишек что если бетон вибрироваться то он плотнее становится экспериментальным образом вообще есть вибростолунин которых плитки например делают и там мощный вибродвигатель стоит и бетон превращается в такую десятки герц да да а тут тут на высокий что-то не знаю то уж за дампфируют шланги и тут еще интересная фишка что бетон подается под давлением соответственно какие-либо пузырьки внутри бетона ну они просто сошнутся то есть их там не будет соответственно бетон более прочный и высокая температура бетон под давлением все это придет к тому что бетонность будет марками там откуда вот этот вот 2000 бар потому что теористически возможно будет довести бетон здесь до марок м2000 из-за давления и температуры и соответственно это максимальное давление, которое просто держит бетон. Конечно, бетон здесь не армируется, соответственно, свая, которая не армируется, возможно, не очень хорошо, но с другой стороны, у нас, видите, вот этот проходной бур прошел, после этого можем отсоединить шланги и самовозможно простая процедура. Потом можем просто бросать армирующие стержни внутрь и залить бетоном. Просто бетонный колодец, там же огромное давление флюидов, подводных всяких там водных там резидентов, пластов, выдержит бетон без металла. Если что касается нефтяной промышленности на данный момент, я как инженер по бурению, как бы у меня складывается впечатление, что именно непосредственно для скорости эксплуатации залежей сейчас не требуется каких-то ускорений, вот. Но в плане, например, подземных коммуникаций в виде там трубопроводов каких-то, даже, наверное, может быть, речь пойдет о водных каких-то артериях. Здесь, наверное, более актуально. Да, нефть нужна будущим поколениям. Надо ставить себе на будущее. Зачем сразу все укачивать? И нефтепродукты нам в дальнейшем понадобится, и зачем продавать кому-то. Дело хорошее. Нефть и газ – дело хорошее, нам сами не надо. Но, допустим, нам нужно трубу делать для воды или для канализации. В этом случае вот он, наш конус, практически тот же, который ковырял колонны. Сюда подается по красным линиям бетон, либо какая-то альтернативная, двухкомпонентная. Что-то альтернативное двухкомпонентное. Предположим, сначала бетон, затем здесь его жидкая часть, затем он затвердевает. И за счет того, что давление огромное, как гидравлический пресс, как вы называли эту штуку? Клин. Клин. Да, металлический клин движется вперед. А чтобы обеспечивать его навигацию, здесь несколько шлангов, например, три, и в разных полостях они создают разное давление. Соответственно, этот клин управляется, то есть он движется туда, куда мы хотим. А чтобы определить положение клина под землей, я думаю, уже лучше вы расскажете, как определить положение клина под землей. Ну, три клина это минимум, ну, в смысле, три шланга минимум, но, в принципе, по этим трем шлангам мы можем определить его положение в пространстве за счет удлинения шлангов вот в этой области, да, скажем? Да, но если у нас, допустим, нет возможности иметь место поворот, например, да, по оси, скажем так, да? Но здесь, так как мы говорим о каком-то трубопроводе, который излигает относительно неглубоко, то мы можем, ну, и, скажем, в монолитной породе мы можем распределить наверху эхолоты, которые в трех, ну, то есть в сети эхолотов, которые будут по звуку определять местонахождение, по звуку, либо, например, так как металлическое тело, то есть какой-то радиометрические методы могут быть использованы. Нам не обязательно вот эту штуку оставлять под землей, мы, в принципе, можем вытащить ее на поверхность, и останутся у нас шланги, подключенные к вот этой штукой. Мы отключаем шланги, вытаскиваем их, у нас, получается, труба. Все просто. Просто тянуться, понимаешь, здесь такое будет трение. Угу. Уже должен быть толстый шланг, чтобы держать 300 бар. С палец. Ну, у меня такие, есть, есть машины, которые покрасочные, там 300 бар, и с палец, нет, у меня так, ты видел покрасочные машины, там шланг был красный, вот это, вон, 300 бар держит. Ну, а тут, конечно, давление побольше, и плюс еще снаружи, да, сцарапаться он будет. Артем, ну, понимаешь, вот здесь это создаётся... Трение, ого-го. Да. Поэтому должна быть металлическая труба, должна быть прям такая конкретная. Шланга? Да, прям должна быть металлическая труба. То есть шланг — это условное название, да? То есть, хочешь сказать, что здесь всё-таки будет некоторое пространство пустое создаваться, которое будет идти в работе за шланг оставаться? Ну, не сильно, я думаю, нет. Скорее всего, порода сюда обратно запихнется, и просто шланг надо бы тянуть, именно вытягивать прямо металлическую трубу. Ну, тут всего-то они за метр пятьдесят, допустим. Ну, и как бы, ну, протянет он. Вроде... Пускай другие думают. Ну, может быть. Теперь самое интересное. Допустим, мы хотим сделать тоннели для метро, например. И эти тоннели могут, например, диаметром метров двадцать, либо для автомобилей, магистрали под землей. И с современными машинами это делать просто нечеловечески дорого, адски долго и вообще не супер. Поэтому используем ту же технологию. А именно, в данном случае будет выдавливаться порода только непосредственно там, где находится труба. А порода внутри будет оставаться. Мы подаем по красному шлангу породу, ой, бетон вот сюда. Он под большим давлением вот в этой области затвердевает и выходит. Мы имеем сечение кольца. Да, да, это кольцо. Предполагается, что за счет большого давления, так же за счет того, что мы вот эту часть нагреваем, она будет, в принципе, само по себе нагреваться, потому что кольцо вы проходите, просто теряться, а породы, разрушать породу, давление там огромное. И, соответственно, из-за давления, из-за движения он будет сильно нагреваться. Мы предполагаем, что температура должна быть градусов 300 или даже выше. И при этой температуре бетон будет невероятно быстро застывать, и это кольцо сможет двигаться практически с нелимитированной скоростью. Скажите, а вот какой фактор будет влиять на быстрое заставление цемента? Температура или давление, которое мы создаем в данном случае? Ну, в данном случае это зависит от параметра. Чем больше давление, тем давление будет создавать температуру. То есть, мы когда сжимаем что-то, оно нагревается. И, соответственно, первое – это температура, при которой цемент застывает. Второе – это присадки. Ну, и третье – к качеству исходного материала. Дело в том, что эти шланги не бесконечны. Они, скажем, может быть метров 40 или 50. То есть, так, чтобы здесь было достаточное количество породы, чтобы в случае, если есть вода, вода не оказалась в той стороне тоннеля. И затем вот здесь ездят, не знаю, экскаваторы или еще что-нибудь, и грузовики. Экскаваторы погружают грузовики породы, и грузовики эвакуируют породу наружу. И здесь же стоит бетонный насос, и бетонный насос подает по вот этим шлангам бетон. Чтобы была навигация вот этого кольца, проходящего проходного кольца, нужно будет сменять давление в областях. Например, вот здесь мы повышаем давление, здесь стоим таким же, и следующий кольцо уходит наверх. Наоборот, здесь повышаем, здесь понижаем, кольцо уходит вниз. Для полной навигации нужно три шланга, но желательно, возможно, чтобы их было побольше, чтобы и для безопасности, и для остального. Вот этот шланг, это на самом деле должен быть не шланг, а остальная прочная мощная металлическая труба, потому что здесь будет большое трение, и кольцо будет вытягивать, можно сказать, трубы. И здесь, соответственно, когда пород закончится, здесь будет стоять бетонный насос, и он будет ехать за кольцом. Скорость движения вот этого кольца не сильно связана с скоростью застывания бетона, потому что это достаточно быстро. Основная задержка — это скорость эвакуации породы отсюда уже дальнейшей техникой. Таким образом, можно кольцо использовать для того, что делают тоннели, для подачи воды, для транспорта, но ничто не мешает этими тоннелям, не знаю, на Марсе сделать подъемные города, либо вот это кольцо поставить вертикально и сделать вертикальную трубу.